я приветствую вас любители рукоделия вязание спицами и сегодня мы с вами вместе познакомимся с пряжей дундага сделаем обзор и сравнение двух моталок а также я покажу как продвигается вязание кардигана мятана уже без шишечек а также мы познакомимся с аккаунтом маргариты и я покажу какую пряжу я для себя выбрала я хотела сказать несколько слов о том как теперь будут выходить мои видео и это вы сможете увидеть уже в субботу а выходить они будут два раза в неделю рано рано утром в среду и рано рано утром в субботу и связи с тем что я уже начала два раза в неделю выпускать ролики я к субботнему выпуску не успела связать второй рукав поэтому сегодня вот такой вот не довязанный кардиган мята предстанет вашему взору в этом кардигане нет шишечек и он пока не прошел в то поэтому выглядит скромно так скажем я составе двух ниток из которых я вижу уже говорила сегодня мы возвращаться к этому не будем я хотела уделить несколько слов вам тому вот как я заканчиваю вязать рукав здесь я уже вяжу резинку сменила спицы на меньше и скоро мне предстоит из спиц номер 5 вязать спицами четыре с половиной и последние два ряда резинки я буду вязать уже спицами номер 4 и вот посмотрите мои маркеры про маркеры тоже я неоднократно говорила даже сделала большой обзор где говорил о том что мне очень нравится цельный без разреза маркеры на самом деле которые не маркеры а аксессуары и фурнитуры для создания бюстье в магазине прялка я приобрела по рекомендации продавца мне очень понравилось а вот эти булавочки я вам фотографию более крупную здесь размещу чтобы вы посмотрели я помещаю в то место где я делала убавление петель так легко не пропустить посчитать и сделать синхронно второй рукав также в озоне заказала коробочку с этими булавочками маркерами стоит она по моему 200 с небольшим рублей вот и многие из вас в комментариях написали что тоже пользуются совершенно такими же булавками им нравится и вот и вам повторяю о своей такой находке тоже ввязываю пуговицы небольшой росток посмотрите здесь пока конечно да вы то он скромен и мы с вами в среду посмотрим как он преобразился и что за лайфхаки я использовала в вязании этого кардигана я расскажу только тогда когда он будет завершена сейчас просто немножечко мы посмотрели на оборотную сторону того как изделие выглядит до завершения и я вам сейчас здесь покажу из какой пряжи у маргариты yarn and co я выбирала в и пока вы будете смотреть как я листаю ленту в ее аккаунте в инстаграм я хотела зачитать вам несколько слов аду тага я попросила любезно пожалуйста маргарита скажите что то такое что вот ну может быть никто не написал или может быть что я не знаю и я хотела несколько слов пока вы смотрите на ассортимент этой пряжи из чего выбирала я кстати в комментариях давайте проведем эксперимент как вы думаете какую пряжу заказала я напишите а потом посмотрите какая у вас интуиция или может быть умеете ли вы угадывать тогда бегом за лотерейками и так пряжа дунда га уникальный пряжный продукт пряжа производится на семейной фабрике в небольшом городе дунда га в латвии изначально пряжа изготавливалась из шерсти местных латвийских овец а в последнее время для производства стали добавлять меринос или использовать шерсть готландских овец про окрас это самая главная основная фишечка этой пряжи фабрика использует только экологичные красители но на самом деле я же парикмахера вы могли услышать это от меня я вам хочу сказать что пряжу можно покрасить совершенно разным способом ну так же как и волосы и пряжа может быть ультра синтетической и как здесь написано у маргариты она действительно может быть экологичный поражает свои палитры пряжи секционного окрашивания кстати там очень длинные секции я вам объясню потом почему для меня это важно именно длинные секции необычные завораживающие переходы цвета влюбляют и не отпускают ежемесячно в сезон фабрика выпускает по две-три коллекции и интересен тот факт что расцветки практически не повторяются ну вот это уже дает пряжи знаете ли какой-то уникальность вот раздел или может быть то он будет похожий на совсем другой мне это нравится и вижу я кстати тем заказчикам которые не хотят то что предлагают им они хотят внести какое-то свое видение в будущую вещь хотят быть соавтором это те кто заказывает не на заказ и все-таки уникальность пряжи включает в себя еще и и обработку фабрика использует щадящие технологии обработки сырья мы глубоко детально сейчас не будем об этом говорить но потом подробно разберем что это такое обработкой как она может быть щадящий или нет которые почти не меняются вот уже почти сто лет то есть сто лет фабрика существует производит пряжу ну и солидно я хочу сказать для любой марки срок потому что вот моему бренду яковлева нет допустим всего восемь лет как я создала бренд который написание которого используя на своих вещах пряжи даже после обработки покраски обладает минуточку лечебными свойствами а я с удовольствием сейчас покажу вам свой эксперимент мы сейчас его будем делать с вами две моталки я сравню одна как я сказала просто моталка вторая не просто моталка пряжу обоих моталок у обеих будет одинаковая этот вид из baby camel и я хочу посмотреть как они работают и какая у них продуктивность и какие параметры я хотела сейчас сравнить в первую очередь я обратила внимание что они разные по звуку это моталка очень громкая а моталка моти работает бесшумно я поинтересовалась у александра почему звук громкий он сказал что когда детали плохо друг друг с другом коммуницируют то есть они отлажены друг другу плохо то и происходит при каком-то соприкосновении одних деталей с другими происходит вот такие вот неприятные и нежелательные звуки и я сейчас покажу как работает мотя ручка я уже показывала вам гораздо больше то есть мне движение надо сделать рукой гораздо меньше так у меня микрофон находится очень близко поэтому вы сможете услышать все то что производит маша моталка и теперь сразу же далеко не уходя мы послушаем этого крокодила я называю так мы мы намотаем одинаковое приблизительно одинаковое количество пряжи возвращаемся теперь к этой вы слышали и я тоже и моя внучка я ее днем уложила спать однажды и решила чуть-чуть поработать капельку я отменила это мероприятие по одной простой причине даже в соседней комнате это было очень слышно что же еще в этой моталке мотя не находится регулятор натяжения допустим допустим нам с вами понадобится чтобы моточек был немного тугой я знаете почему бы это делала чтобы у меня на моталку я смогла поместить побольше пряжи потому что я если буду очень рыхло мотать моточек будет большой это с натяжителем сейчас работает и вернемся опять к этой мы с вами звук уже проверили вот звенит и струбцина это инструмент для крепления прялки прялки я еще и приду моталки к столу вот это вот тоже вот так громыхает когда вот эта металлическая штучка бегает туда-сюда сейчас мы с вами посмотрим она тоже стучит об пластмассовой стенке и тоже гремит ну наверняка есть среди вас те которым шум совершенно не мешает но я хочу сказать еще и про вот эти ручки которые маленькие приходится очень много делать оборотов для того чтобы смотать нет если вам всего лишь 100 грамм надо смотать я думаю что это не проблема и какой он будет без натяжителя нити до пухлый или рыхлый то есть только рукой можно регулировать натяжение нити как я это делала раньше я вам сейчас покажу значит опять крепим назад к столу и вот таким образом натягивая видите и слышите да мне приходилось создавать очень тугие клубки но когда я знаю что у меня на эту маленькую моталочку не уместится моток допустим 250 грамм 200 даже грамм то есть мне приходилось моток делать плотным и вернемся теперь к этой моталке где стоит натяжитель я его немножечко сейчас прибавлю вот еще сильнее и завершая свой обзор этих моталок я хотела показать вам размер ручек я говорила о коэффициенте полезного действия вот размер ручки говорит о том сколько оборотов мы будем делать и вот здесь какая ручка держатель и вот такая красивая пумпочка крупная беленькая которая позволяет ну руке удобно схватить и вот так и я хотела приступить уже к обзору пряжи к обзору миксов про секционную пряжу поговорить и вдруг мне пришло в голову что я хотела еще какое сравнение сделать на этой моталки я хотела смотать вот этот клубок это остаток то что уже не вошло сюда здесь 103 грамма вот здесь остальные не вошли то есть ограничение вот это расстояние посмотрите она ограничивает во первых во вторых натягивать я вам сказала можно было только вручную я решила проэкспериментировать и делала это слегка то есть я слегка натягивала вот в этой моталки нитку время я к сожалению не успела за засечь и я тоже самое сделала из такого же количества пряжи на моте посмотрите что у меня получилось вот вам два результата то есть сюда я могла мотать еще и еще и еще и у меня был бы достаточно большое количество не объем количество пряжи я засомневалась взяла весы и все это взвесила это одинаковое количество по метражу и по весу пряжи то есть это одна и та же пряжа твит и вот как выглядят моточки так что я вам хочу сказать моталки то не только звучат по-разному я думаю что наши эксперименты мы будем продолжать а я несколько слов хотела сказать что же я буду делать с дундага и знакомиться я буду первый раз ну вот так получилось что я их видела эти замечательные нитки эту пряжу только на ярмарках я была в москве на волмаркете подходила смотрела мне конечно очень понравились цвета мои любимые все цвета мои любимые и я планирую написать все-таки мастер-класс вот к этому пуловеру летучая мышь но использовать я буду секционную пряжу секционную пряжу смиксованную еще и я соединю с чем-то вы узнаете потом с чем я буду использовать дундага секционную и буду использовать еще дополнительную нитку чтобы они давали эффект объемный пряжи вы знаете мне с инструментами конечно нравится работать но с теми только которые дают результат я я же никогда не имела двух моталок я шокирована вообще на самом деле я так туго конечно матки сматывать не буду это однозначно и я это сделала непосредственно для эксперимента использовала натяжение нити использовала свое время чтобы посмотреть сколько затрачивается я думаю что и вам было бы интересно поработать разными инструментами но в следующем выпуске мы с вами уже непосредственно пасму дундага оденем на зонты на разные посмотрим что у нас получится так вот секционная пряжу я хочу смиксовать с другой еще не знаю пока с какой совместно с маргаритой мы поговорим насчет микса соединений а она наверняка даст дельные советы вот ее аккаунт пожалуйста проходите смотрите какая пряжа не только дундага я уже несколько раз брала маргариты пряжу называется она узелковый люрекс называется между нами девочками шишибрики вот я брала в золотом цвете для того чтобы мне связать пуловер вот этот зеленую горчицу и слежу и смотрю вопросы задаю в прямом эфире очень часто маргарите прайду кауни дундага и вот уже скоро мы с вами посмотрим пощупаем что же это такое секционная пряжа и равномерно окрашенная я хочу поблагодарить всех тех кто не только словом меня поддерживает но и финансово мне конечно очень приятно я приглашаю вас в мой инстаграм вот как он выглядит в этом инстаграм я даю ссылки на те магазины не только в инстаграм и здесь в youtube я даю ссылки на те магазины с которыми работаю которых покупаю пряжу инструменты также конечно же у меня регулярной почти регулярно выходят stories где я вас знакомлю со своими приобретениями но самое главное сейчас для меня это приобрет я приобрела для себя изобретателя конструктора создателя качественных хорошо работающих инструментов это александр я дам ссылку сейчас вот здесь будет подсказка на его канал в youtube вы можете посмотреть как обстоятельно он рассказывает как собираются в инструменты легко кстати я собрала все инструменты и как они функционируют а а я хочу пожелать вам светлых дней хорошей погоды в вашем сердце настроение благодарю вас что вы посмотрели до конца под кнопочкой еще будет тайм-код где вы можете посмотреть или вернуться какому-то моменту из того что сегодня было я благодарю вас что вы досмотрели до конца и буду рада видеть вас каждую среду и субботу на моем канале каждый ваш знак пальца вверх очень сильно меня поддерживает и помогает а вы напишите какая пряжа кауни и дундага приглянулась вам из обзора который я вам показывала и какой цвет вам нравится больше всего а я хочу сказать что мы увидимся в будущем пока